Военные деятели Среднего Жуза Казахстан Зуха Батыр, род Абак племени Кирей Среднего Жуза, Зуха Сабитулы, 1868, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Аулкиндерлик, 1929, там же, казахский лидер антиманджурского освободительного движения в первой половине 20-в, родился на Алтае, в Китае. Происходит из-под рода и телерода Абак Кирей. В 1906 году совершил хадж в Мекку и Медену через Стамбул. Его дед Нур Мухаммед получил образование в Бухаре и у Феи был крупным знатоком ислама. Отец Сабит, род. В 1823 году, получил образование в Казани и знал несколько восточных языков. По свидетельству Аксакала Казатахаджи, сына Зуха Батыра, Дзиньшурин, правитель Синьцзяна, приказал убить его отца, так как тот пользовался исключительным уважением среди народов, проживавших в Синьцзяне, и возглавлял борьбу против китайцев и монголов, которым китайская местная администрация отдала казахские земли на Алтае. В 1929 году Зуха Батыра убили вместе с 54 людьми из его аула Кендерлик, Коктагай. Отрубленную голову Зуха Батыра поместили на шесте, которую установили на мосту реки Иртыш в районе Сары-Сумби на 40 дней. Казахи направили делегацию к китайцам, чтобы они выдали тело и голову Зуха Батыра для захоронения. По свидетельству Арыстана Тасуна, китайские власти заявили, чтобы к ним приехал султан Шарип Тайджи, старший сын Зуха Батыра. Казахские старшины решили не пускать султан Шарипа Тайджи навстречу и направили через Дана, Мулу в Сары-Сумби. Шурин потребовал, чтобы казахи прекратили сопротивление и покинули Алтай. Казахи сложили оружие, но китайцы создали невыносимые условия для жизни, и они под предводительством своего лидера султан Шарипа Тайджи решили перекочевать с Алтая в район Барколя, примерно в конце 1932 года. В июле 1937 года султан Шарип Тайджи вынужден был перекочевать с Барколя в Ценхай, где казахи оставались до 1948. В родные места на Алтае им никогда не удалось вернуться. Зуха Батыр похоронен в местечке Кендерлик, Коктагай, на Алтае, в Суар, КНР. Здравствуйте, подписывайся на канал, нажми на колокольчик.